Друзья, приветствую снова на нашем канале Акваферма, Аквафермер Антон. Сегодня речь идет о том, как сделать воду там, где ее нет, а именно искусственный пруд. Смотрим. Некоторые из вас могут столкнуться с такой задачей, с которой, соответственно, в свое время столкнулись и мы, что нужен водоем. Вот нет воды, а водоем нужен. У каждого цели могут быть разные. В нашем случае мы хотели иметь водоем для решения нескольких задач. Первая задача это, соответственно, приемка рыбы, да, то есть это как дополнительная такая, ну, дополнительная возможность карантина. Кроме того, это дает возможность зимой высаживать производителей, да, и, соответственно, выдерживать их в нужной нам температуре. Ну, а также мы сейчас вот пробуем это использовать для подращивания форели, да. Все, в принципе, эти вещи, это вполне осуществимо в пруду. Итак, как же его сделать? Ну, прежде всего, нужно понимать, что грунтовые воды в разных местностях, они совершенно разные, да. В одном случае, соответственно, грунты высокие, и достаточно будет просто выкопать, и это будет работать. Я видел счастливых людей, у которых есть возможность сделать именно так. Это вообще идеальный вариант. Вы просто заказали технику, приехал, соответственно, гусеничный эскаватор там с двухкубовым ковшом, и за смену выкопал вам просто чудо-пруд. Но зачастую это не представляется возможным, как, например, у нас, потому что грунтовые воды очень низко, и если сделать такую манипуляцию, даже если выкопать его на 5 метров, сколько бы вы туда не залили, вся эта вода полностью уходит вниз, потому что грунты представлены песком и бутом, и, соответственно, ничего там не держится, а находитесь вы достаточно высоко. В таких случаях необходимо подготовить котлован, выровнять его, то, что мы сделали, на самом деле, не очень тщательно, да. После чего необходимо застелить это все каким-то гидрорезолюционным материалом. Мы использовали пленку винилит, хотя на самом деле, мне кажется, что для этих целей достаточно использовать более дешевые пленки, как, например, пленку ПВХ. Объясню почему. Несмотря на все наше внимательное отношение к монтажу этой пленки, все равно получилось так, что определенная потеря воды имеет место быть, следовательно, где-то все равно образовались там какие-то дырочки, то есть вода эту дырочку обязательно нашла, особенно в такой большой площади. Поэтому мое мнение, что на самом деле можно использовать менее дорогие материалы, хотя даже тот же винилит, да, он на порядок дешевле какой-нибудь бутилкоучуковой ПДМ-мембраны, которая просто там космических денег стоит, и ее можно использовать только если вы делаете какой-то там прудик на 2 кубика, да, карповкоя запустить, там, я не знаю, и фонтанчик какой-то маленький сделать. И то, карповкоя и мальков. Значит, что здесь необходимо понимать, да, по пруду? Для того, чтобы эта штука у вас работала целый год, и у вас спокойно там могла жить рыба, вы должны обеспечить необходимые ей условия. Они могут быть обеспечены либо системой отдельной очистки, что достаточно трудозатратно, соответственно, требует затрат электричества, требует следить за этим оборудованием. Второй вариант, вы можете обеспечить водообмен. Если в вашем пруду происходит водообмен хотя бы там 5% в сутки, то вода в вашем пруду обновляется, и по большому счету, если плотность посадки там незначительная, а это примерно там до, ну, до 3 килограммов рыбы должно быть на куб, да, лучше меньше. Идеально вообще там 1-1,5, да, то, в принципе, рыба себя будет хорошо чувствовать, она может там, соответственно, что-то кушать, да, даже какие-то приросты будет показывать. Понятно, мы не говорим вообще о товарном выращивании, это полная как бы дурость в пруду этой ерундой заниматься. Это как бы имеет смысл только пастбищное выращивание в южных зонах нашей страны, там, где действительно есть гектары просто этой водной глади, там вот этим можно заниматься. Здесь я сейчас говорю именно о таком варианте, что, ну, просто, грубо говоря, вот у вас водоем, который вы можете вот использовать там, ну, для каких-то своих целей, связанных с рыбоводством, да, не выращивание, да, выращивание, вы знаете, я всеми силами топлю именно за УЗВ. А на что обратить внимание? Ну, про водообмен сказал, понятное дело, вы тогда просто контролируете кислород в вашем пруду, и раз в определенный момент, так как у вас в любом случае будет накапливаться ил на дне, вы должны производить определенные, определенные операции по избавлению от этого ила вашего водоема. Ну, делать это обычно посредством илонасоса, соответственно, откачали, прочистили. Делать это лучше, соответственно, в тот период, когда рыба не будет испытывать там какого-то сумасшедшего стресса по этому поводу. То есть в идеале это делать зимой, когда вода холодная, да, и это все гораздо легче, ну, рыбе с такими стрессами со всеми справиться, да, потому что когда вы это все начнете делать, у вас просто все замутится, да, жестко. И делать это лучше как бы вот, ну, в тот период, когда этот стресс легче всего будет рыбе перенести. Значит, отдельно хочу показать, сейчас мы с вами пройдем и покажу то, что мы сделали по садочной линии. Мы с вами сейчас находимся непосредственно на самодельной садковой линии. Сделать ее достаточно несложно. Для этого мы, например, использовали просто 200-литровые бочки, которые обвязали металлическим профилем и, соответственно, заказали в этот размер садок. Ну, вот таким образом это выглядит, когда он находится не в воде, да, то есть лучше, если рыбы там нет, лучше в воде его не держать, потому что они имеют тенденцию обрастать, что совершенно нам не нужно, поэтому если рыбы нет, мы просто его поднимаем. Если рыба есть, как вот здесь, да, то, соответственно, ну, рыба плавает, растет. Вот не знаю, видно ли вам или нет, вот там плавают форельки, вот их видно. Ну, вот оператор постарается заснять. Некоторые из них меня даже еще не видят, поэтому вот они к поверхности поднимаются. Здесь вот у нас плавает порядка 150 килограмм форели, которая себя замечательно чувствует и даже растет. Да, делали замеры, даже, грубо говоря, там какие-то приросты дает. Соответственно, объяснил вроде по техническим моментам, то есть, по сути, все, что нужно, это сварочник, металл и то, что вы будете использовать как понтон. Да, вот, соответственно, достаточно простая конструкция. Так, рыбоводная дель, да, они специально изготавливаются. Вот эта конкретно была куплена на, по-моему, Касимов сеть называется, ткацкая организация, которая их делает. Делает она их по чертежам, можно в разных вариантах сделать, причем там специальная нить используется, которая устойчива к ультрафиолету. То есть, другими словами, вот в таком поднятом состоянии она не портится, спокойно выдерживает солнечные лучи. У моего знакомого похожие, похожие дели садочные, они служат ему уже пошел пятый год, при этом прочность свою не теряют. Поэтому достаточно, достаточно надежная такая рыбоводная снасть. Ну, мы пока, в принципе, тоже ей довольны, хотя используем буквально полгода, но пока все замечательно и отлично. Сразу хочу сказать, друзья, это не имеет никакой экономической целесообразности данная вообще штука, потому что денег, грубо говоря, на постройку вот такого плана, такого плана гидроинженерного проекта уходит, поверьте, много. В данном случае, то есть, это не одна сотня тысяч рублей, а выхлоп с нее, на самом деле, он такой очень посвенный. Но мы принципиально решили это сделать, потому что нам очень хотелось, чтобы у нас была такая вот естественная среда здесь и была возможность держать маточное стадо в условиях естественной зимовки. Опять же, это было во многом сделано с экспериментальной такой целью. Я надеюсь, что мы не зря, на самом деле, потратились, и это будет иметь какой-то положительный эффект. Ну, опять же, будем смотреть. Не знаю, насколько был полезен этот контент по поводу такого пруда, но так как мы это сделали, решил, что подписчикам будет интересно, поэтому решил с вами поделиться. Если какие-то вопросы у вас возникли в процессе того, что я рассказываю, хотя, в принципе, мне кажется, что достаточно просто тут все, то не стесняйтесь спрашивайте, буду отвечать на ваши вопросы. Как всегда, надеюсь, что был полезен. Всего вам доброго. До свидания. Друзья, помогите сделать мой молодой начинающий канал лучше. Пишите те темы, которые наиболее интересны для вас. Именно эти темы я постараюсь осветить в самых ближайших роликах. Помогите понять, что для вас наиболее интересно, что вызывает самые главные вопросы на вашем пути к созданию своего собственного УЗВ. Подписывайся, чтобы ничего не пропустить.